Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэра. Я рада приветствовать в этой студии Ирину Прохорову, главного редактора нового литературного обозрения. Здравствуйте. Ну, естественно, в центре внимания сегодня это событие вокруг «Открытой России». Рано утром, еще затемно, к сотрудникам «Открытой России» и в офис организации пришли с обысками. Не везде получилось. Сын Никки Куцилла отважно не пустил сотрудников правоохранительных органов. Говорят, что связано это с первым делом ЮКУСАЖ. Вспомнили, все, 2003 год. Я хочу заметить, сколько лет. Средний возраст, по-моему, сейчас людей, работающих в России, в «Открытой России» где-то лет 19, я полагаю. Ближе в 30 все же. Ну, тем не менее, так себе представить, что 2003 год, ну, как-то так странно спрашивать у этих людей, искать что-то в организации, которые, в общем, в основном молодые люди, искать какие-то документы, связанные с 2003 годом. Знаете, это было бы ужасно смешно в каком-то смысле, если бы это не происходило у нас. Я бы посмеялась, да, если бы эта ситуация, в общем, не происходила в собственной стране. Ну, кстати, Михаил Ходорковский-то прокомментировал ровно в этом ключе. Он сказал, что у вас это, конечно, ужасно весело, но в целом комментировать этот маразм он не готов. А что касается своих сотрудников, то он сказал, что, ну, они знали, на что они шли. Ах, я не знаю, знаете, честно говоря, я не знаю, трудно предсказать ситуацию, когда идет такое бесконтрольное, безумное, хаотичное, такое, да, закручивание гаек, да, и вот как бы сложилась практически уже репрессивная машина, которая при этом работает, знаете, вообще странным способом. Мне просто каждый раз, когда вот я вижу какие-то новые чудовищные драконовские законодательства, там, за любой чих в присутствном месте, там, год тюрьмы, ну, примерно, уже произойдет и так, это все выглядит. Но мне это все как-то напоминает старый анекдот о том, как пьяный ищет ключи под фонарем, а потерял его в другом месте, но ищет здесь, ну, потому что светлее, да, это был такой старый смешной анекдот. Понимаете, вот все это, ну, действительно, это чудовищная фантасмагория, которая не имеет никакого отношения ни к своему процессу, ни к системе безопасности, да, это такие акты, попытки устрашения общества в ситуации, когда идет кризис, когда, наоборот, казалось бы, нужно делегировать полномочия общества, которые очень адаптивны и способны как-то кризис пережить. Вместо этого мы видим такую старую печальную традицию, значит, вот, вот, чтобы только никто ничего не говорил, ничего не предпринимал. При этом я считаю, что это очень сильно, я об этом часто говорю, но это какое-то архаическое сознание. И в этом архаическом сознании, если ты не говоришь, то как бы проблемы не существуют. Но можно, конечно, заставить... Это как Владимир Путин, который не произносит фамилию Навальный? Вы знаете, я как бы не замечала за президента, произносит он или нет, но я... Ну, например, слово «кризис». Вот есть какие-то слова, которые власть упорно не хочет произносить вслух. Ну, вы знаете, да, но это и есть такое, знаете, вот, сакрализация слова, что это, знаете, как это, вот, господи, не произносится имя Господа, да, эфемизм, и потому как нельзя... Или там, наоборот, имя дьявола, да, не дай господи, есть эфемизм, и потому что вы можете вызвать эту нечистую силу. В общем, это всё было бы трогательно. Если бы... Если бы мы понимаем, мы понимаем с вами, всё-таки живём мы в каком-то обществе, это постиндустриальном, что замазывание проблем не решает, и совершенно не решает, наоборот. Это только ещё усугубляет всю систему проблем. И то, что общественное мнение отстранено от обсуждения этих проблем, ведь добавляет в агрессию общество, а, наоборот, не уменьшает её. Понимаете, я всегда говорю, что идея гражданских свобод, она может быть как ни странной, как ни парадоксальной, важнее власти, чем самому обществу. Потому что это самый дешёвый, простой, эффективный способ понять настроение в стране. Понимаете, никакая система доносителей, которой правило занимается, в общем, люди не очень грамотные и умные, кто же согласится на такую недостойную лету, никакие социологические опросы, которые тоже известны, как у нас делаются, по принципу чего изволите, они не замещают вот этого нормального воли и заявления, этого большого спектра мнений, который обычно идёт через СМИ, через медиа. Таким образом, да, можно увидеть весь спектр довольства и недовольства и правильно корректировать и политику, и экономические реформы, и многие вещи. Как только это схлопывается, то есть власть вообще теряет представление о реальности. И вот мне кажется, то, что мы сейчас видим, в том числе вот эти вот какие-то, да, странные, совершенно безумные поступки, то есть они имеют какую-то, наверное, свою внутреннюю логику внутри этой организации, но они совершенно бессмысленны с точки зрения решения хоть каких-то проблем. Ну, а они решают проблему совершенно конкретную. Напомнить, что Михаил Ходорковский, который в последнее время довольно активно занялся политикой, он на самом деле, это же давно было дело ЮКОС, уже иные далече, как известно, уже мало кто вспомнит. Вот, пожалуйста, задача конкретная и цель определена. Надо напомнить, что он там украл, отмыл, ещё раз украл, и вообще руки по локоть. Вы знаете, ну да, вы знаете, ну что-то в этом есть, простите, натужное. Но это тоже, понимаете, как я хочу сказать, потому что в ситуации, когда реально нету никаких чудовищных, я бы сказала, внутренних проблем, я имею в виду внутри общества, а система такая репрессивная, она искусственно раздута и развита. И вообще этой системе требуется же работать, надо же доказывать свою эффективность. А врагов-то реальных нету, мы же понимаем, ну откуда их взять? Я думаю, что даже, ну это же вот тоже, да, это конструируется, так сказать, как-то натужно, не очень убедительно, какие-то фантомные, значит, какие-то враги, с которыми надо бороться. Потому что по-другому, иначе, а как оправдать такое количество самых разных инстанций, которые там дят, следят, преследуют и так далее. Я бы сказала, что в каком-то смысле ещё можно было бы отдалённо понять, скажем, в 20-30-х годах, где действительно после революции, гражданской войны было большое количество сопротивления попыткам как-то сломить эту власть. Ещё хоть как-то так абстрактно можно себе представить, почему система вырабатывала жёсткие, система борьбы. Здесь-то, собственно говоря, совершенно понятно, в постсоветском обществе при всей разности мнений никаких врагов и быть не может. Поэтому, знаете, это как было, между прочим, в 30-х, по-моему, 40-х даже годах, когда ГГБ, ГПУ, я уж не помню в тот момент, как называлась эта организация, надо же было всё время выполнять план по поиску врагов, а уж непонятно, откуда было брать. И война прошла, и народу мало, да и вообще уже, где их там найдёшь. Брали дела уже отсидевших людей, да, и просто по второму разу их арестовывали, и сажали, значит, якобы находя там что-то ещё и так далее. Вот у меня какие-то такие ощущения, что это вот немножко напоминает на это. Вот надо чего-то, какого-то врага людям подсунуть, чтобы немножко отвлечь их от реальных проблем. Ну вот, значит, не нашли ничего лучшего, как взять опять Ходорковского, кто же говорилось-переговорилось. Уже сто раз это обмусовлилось-перемиссовлилось. Я, конечно, не знаю, как общество на это реагирует, но мне кажется, что это как-то не очень даже убедительно. А уж этих молодых ребят гонять в открытой России, ну уж это как-то действительно почти смешно. Ну, вы говорите про то, что нет общественной дискуссии, нет реакции, что вот эти все, инструменты, возможности, они схлопываются. Но они по чьей инициативе-то схлопнулись? Власть этого лишила общество? Или общество само отстранилось, потому что ему это не надо? Знаете, ну здесь трудный момент. Ну, общество, мы так всё употребляем, но в обществе очень много разных социальных гроб, интересов и так далее. Меня всё время мучат вопросы. Вот мы видим фактически такую реконфигурацию, возрождение такого настоящего репрессивного государства. И те законы, которые идут одни за другим, ну, они просто совершенно, ну, просто парализуют любую деятельность. Знаете, если у нас принимаются законы, что там, я не знаю, организации, некоммерческие организации, которые занимаются даже экологией, и можно приписать политическую деятельность, значит, как можно, например, бороться там за сохранение природы, если ты не можешь воздействовать на общественное мнение? А это что такое называется? Я говорю, ну, в таком случае надо закрывать школы, я не знаю, да, всё образование, значит, библиотеки, музеи, всё прочее, потому что они так или иначе воздействуют на общественное мнение. Понимаете, это какое-то странное, вообще, я бы сказала, ну, я не могу найти правильное слово, да, но как-то это не очень адекватная ситуация. Цензурного, во всяком случае. Ирина Прохорова, в программе «Особое мнение». Мы вернёмся очень скоро и про библиотеки, и про репрессивные законы ещё поговорим. Оставайтесь с нами. Я не нашёл в 1С счёт, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С предприятие от Хост-Икс через интернет. Доступ к вашей программе 1С предприятие с любого устройства и с любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте. Две недели бесплатно. Хост-Икс. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» Ирины Прохоровой про общество и власть. Да, я там увлеклась какими-то сравнениями. Но, знаете, конечно, говорит, что вот у нас такая власть, такая плохая, а вот народ такой замечательный, в смысле общества. Ведь, да, к сожалению, люди во власти – это соотечественники и часть этого общества. Понимаете, вот я вижу, как люди спокойно теряют гражданские свободы и как-то их не очень беспокоят. И я думаю, это и есть, наверное, главная проблема. Все-таки нет вот этой такой глубокой, но политической, я бы сказала, и социальной культуры понимания, как важны эти социальные свободы для безопасности гражданина. И люди у нас научились выживать в самых страшных условиях, за что вот можно им поклониться. Но как решать проблемы, да, именно с помощью отстаивания каких-то важных прав и свобод? Вот этого понимания, я думаю, в обществе нет. И сколько раз действительно люди сами инициируют очень часто идею такую упрощающую, редакционистскую. Вот, ну, что ли, не к стенке их всех, да. Решение сложных проблем просто системы насилия как способ решения проблем – это в обществе до сих пор живет, к сожалению. И поэтому, я думаю, эти стереотипы очень легко потом превращаются вот в систему законодательства. Я думаю, что здесь, конечно, вот взросление, мне кажется, общества, оно и связано с тем, с пониманием, что это все не выдумки, что гражданские свободы – это не придумки каких-то либералов, а что на самом деле это и способ воздействовать на власть, да, заставлять ее считаться самим, общей со своими интересами. А в этом смысле люди сами же кричат, что ну что делают, ну вот как с этим бороться, они же понимают, вот это бесправие, это чудовищно. Но это неверие и непонимание важности, да, что система институции, охраняющая их, должна, да, вот как-то ими цениться и защищается, как это законно, да, вот это, мне кажется, в обществе еще не является таким важным, может быть, приоритетным направлением деятельности. Ну, а как же может в обществе зародиться хоть какое-то желание перемен, если помимо того, что люди зачастую и сами добровольно отдают свои права и свободы, мы смотрим на вот те самые законы репрессивные, про которые вы вспоминали, вот, например, сегодня Госдума приняла в третьем чтении, закон разрешил военнослужащим ФСБ применять оружие при скоплении людей. Ну, там, конечно, там все это написано. Грубо говоря, раскрытывается, и все, да, да, да. Ну, что такое исключительный случай, а как его определять? Предотвратить теракт, ну, так мы знаем, как-то происходит. Так можно, мы можем это применить как угодно, мы знаем это, да. Ну, понимаете, ну, вот ужасно, и причем мы с вами прекрасно понимаем, что под видом, у нас же все законы вот такие драконовские принимаются под видом борьбы с терроризмом, вы помните, да, при этом мы прекрасно понимаем, что террористы вряд ли будут скапливаться в больших количествах, да, поэтому их странно было как-то думать о том, что их можно расстреливать. Ну, как они могут записаться в толпе, и тогда можно всю толпу выкосить, и среди этих людей, возможно, будет террорист. Это прекрасное решение проблем. Причем может так получиться, что как раз террористы не окажутся. Ну, понимаете, это так и так бороться с террором, но это, конечно, замечательно. Давайте вообще кидать бомбы на собственные города, глядя, что там какой-то один террорист тоже и погибнет на фоне ста тысяч других. Ну, это же все ловки, мы прекрасно понимаем, что есть какое-то странное, совершенно несоответствующая реальность, да, какие-то химеры, ужасы, которые нашим законодателям кажутся. Им кажется, что просто сейчас вот толпы народу выйдут, какой-то страшный там, призрак революции постоянных, они сами себя им пугают. Я как-то не видела все долгие годы, несмотря ни на все, желание людей действительно побегать с дрекольем и там что-то свергнуть. А вот это вот непонятно, откуда взявшись этот призрак. Да, он пугает, и вот создаётся бесконечное количество законов, которые позволяют там не больше трёх собираться, вообще не скапливаться, ничего не говорить, с пикетом не выйдет, тебе там три года тюрьмы и так далее, и так далее. Знаете, это ничего не решает. Опять же, наоборот, мне кажется, что старая известная истина, если нет выброса энергии, если люди не могут выйти с какими-то протестами и таким образом выразить свою волю, наоборот, это разряжает обстановку. Люди, по крайней мере, сделали какой-то жест. Государство это учло. Пойти на уступки, не пойти на уступки, провести разъяснительную работу с людьми, объяснить, почему это нужно или не нужно. Вообще, это давно известно, это прекрасно работает. Вот чем дольше происходит вот такое вот оттеснение людей от нормальной жизни, тем больше скапывается неотрефектированное раздражение. А вот дальше начинается социальный взрыв. И мы прекрасно знаем, что чем жестче система, которая совершенно не идет на уступки обществу, тем кровавее и безобразнее происходят эти социальные взрывы, которые, конечно, отбрасывают страну и общество глубоко назад. Революция – это вообще-то поражение. Поражение всей системы управления и вообще такая социальная смерть государства. И, конечно, хорошо бы избегать этого. Вообще ничего хорошего нашей стране это не принесло, как мы знаем. Да и вообще ни одной стране ничего хорошего не приносило. Но вот здесь, как этого избежать, это вот серьезный разговор. Нужно ли делать одни репрессии или, наоборот, делегировать часть полномочий обществу, которое тогда только и чувствует себя причастным к чему-то. Понимаете, когда, например, сейчас будут жаловаться, что люди у нас перестали ходить голосовать, обвинять в этом опять же людей, что они вот такие несознательные. Ну, правильно, люди хорошо чувствуют, что от них ничего не зависит. Так что все равно выберут того, кого положено, а никого они хотят. Таким образом, если они никого не выбирают, они становятся безответственными гражданами. Тогда они вроде бы как и не подписывались на это, да и выполнять не будем. Да, начинается взаимная, вот такое, я бы сказала, дезинтеграция социальной жизни. Если вы хотите, чтобы люди были ответственными, они должны принимать решения и участие в этих решениях, тогда они ответственны. Ребята, кого выбрали, того терпите. Неправильно выбрали через какое-то количество лет, выбирайте другого. Уже слушайте, что вам люди говорят. Понимаете, это идет не сразу, но постепенно, постепенно. Общество учится выбирать. Принимать решения, а как, а что можно? Правильно, правильно. А если людям не дают такую возможность, тогда и получается эта история, дурные законы поправляются и дурным их исполнением. Тогда возникает взаимный цинизм и общества, и власти, и в полной безответственности той и другой стороне. Вот это вот ужасно. Это ведь на самом деле и приводит к катаклизмам и катастрофам, а вовсе даже не кризисы, которые приходят и уходят. Зачем воевать с книгами тогда? Расскажите мне, потому что мы видим, что библиотеку украинской литературы собираются реформировать, а директор библиотеки говорит, что обсуждается вопрос о ликвидации библиотеки и в каком виде там это все будет существовать, непонятно. А когда в Турции резкое обострение, разгар этого конфликта, вы знаете, закрыли сектор турецкий. Ну, слушайте, это все из той же оперы. Это легко и приятно ставить галочки, что проведена там большая работа и борьба. Знаете, для меня как раз очень печальный, но очень символичный момент. Это была та самая акция Петра Павленского. Это вот к вопросу гоняем-гоняем библиотекарь, а собственные двери защитить не можем. И это, мне кажется, модель, вот она, печальная модель, вот так, как у нас и выстроена система безопасности. И, кстати, говорю, Советский Союз вот на этом и погорел. Если вы помните Матюса Руста, севшего на Красной площади в 89-м, что ли, году или в 87-м, я не помню. Это, мне кажется, был такой вот приговор системе, который извело огромное количество людей, страшный репрессивный механизм, который, да, при котором люди страдали и так далее. А вот себе, пожалуйста, а вот такие истории могут происходить. Так что это симуляция, как мне кажется, деятельности, да, это вот попытка показать, что ловят там каких-то врагов. Библиотекарь роли врагов, это, по-моему, как-то не солидно, знаете, как говорят в народе, не по пацанству. Но у нас еще всегда есть запасной враг Америка. Ну, Америка, святое дело, конечно, да, вечный наш враг, всегда на него нужно что-то свалить. Понимаете, еще раз я хочу сказать, все, пожалуйста, можно гонить в библиотекаря и студентов. Дело нехитрое. Бороться, значит, как говорят нас люди, с очкариками, вещь приятная и безопасная. Это не террористы, действительно, да, где опасно. Все можно делать. И Америка у нас далеко, можно на нее кивать. Вопрос в другом. Это помогает развитию страны? Что-то меняется в стране по-настоящему, да? Происходят ли какие-то реформы? И, видимо, с заклинаниями можно прожить некоторое время. Ну, а дальше-то что? Ну, дальше. Вот у нас идет чудовищный кризис, который во многом рукотворный. Помимо падения цены на нефть, да, конечно, это всегда порождает, но мы еще прекрасно понимаем, что он еще связан с большим количеством антисанкций, войной, которые забирают деньги, масса всего прочего. Хорошо, знаете, все люди, нет богов, все делают ошибки. Но величие страны и руководители не в том, что не делаются ошибки, а в том, что они анализируются и исправляются. Так вот, мы видим какие-то серьезные изменения, пересмотры какие-то, концепции, системы развития. Нет, что-то как-то я не очень вижу. Может, где-то это происходит, не попадает в медиа, я не знаю. Но ведь, да, можно еще там найти еще двух-трех врагов, там, теперь Турция у нас враг, еще там что-то такое. Но была прекрасная шутка после того, как запретили так турецкие товары и не ездим теперь в Турцию, по Фейсбуке гуляла такая прекрасная открытка, где была гора мандаринов и написано «Главное до Нового года не поругаться с Марокко». Да. Так что народ очень четко ответил. Ответил, да. Это точно. Сейчас сделаем перерыв несколько минут, после чего «Особое мнение» с Ириной Прохоровой продолжится. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВИ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». На самом деле, те, кто смотрит нас по интернету, знают, что она, в общем-то, особо и не прерывалась. Главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова сегодня в программе «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филингавр. Еще одна очень большая тема, которая, мне кажется, ложится аккуратко ко всему тому, что мы с вами сегодня обсуждаем. Первый в России сталинский центр открылся в Пензе. Это научно-исторический и культурный центр Сталина. Он так и называется. Собственно, в день рождения Иосифа Сталина его и открыли. Ну, там коммунисты его всячески презентовали, понятное дело. Ну, вот это... Ну, грустно это все. Это очень грустно. Но есть какой-то парадокс. В Екатеринбурге открывают Ельцинский центр, а в Пензе открывают Сталинский центр. Но печально это. Печально, что до сих пор тиран ему воздают почести, хотя эта история должна была бы заклемить его за злодеяние. Но здесь мы тоже можем видеть символически. Знаете, мне кажется, что пока тиранов возводят на пьедестал, в стране мало что может измениться в каком-то смысле. Это очень печально и, мне кажется, очень стыдно. Даже как-то это хуже и неприятнее новость, чем даже все эти драконовские законы, которые то ли будут применяться, то ли не будут применяться, и отменят их, и может быть, и как-то изменятся. А вот это, когда вот такая настоящая фальсификация истории и попытка сделать героем того, кто достоин презрения и осуждения, это очень печально, но это система ценностей. Тогда что же тогда ожидать? А она востребована, эта система ценностей, как вы видите? Ну, знаете, ну, всегда легко востребоваться. Во-первых, я хочу заметить, что все-таки в конце 80-х годов, когда действительно первый раз за много-много лет были опубликованы серьезные материалы о преступлениях, все-таки большая часть общества, всяко говоря, даже большая, искренне просто была поражена для многих людей. Это были новости, потому что все-таки эти сведения всегда были только уделом, так сказать, эти знания были уделом небольшой группы людей. И как бы никакой востребованности восхваления не было. Ну, конечно, если в течение стольких лет постоянно пытаться пропагандировать эту фигуру и рассказывать, что несмотря ни на что он был велик, да и не такие уж были преступления, и начинается уже полная фальсификация даже с цифрами погибших, то, конечно, они будут востребованы. Понимаете, в нашем сейчас таком разряженном воздухе, где нет никаких реальных фигур символических, ну, скажем так, героев, страна у нас все равно как-то подвержена героическим идеалам, да, но вот любую фигуру, которую вам раскрутят, она так или иначе будет востребована какой-то частью людей. Понимаете, но все-таки есть какой-то, мне кажется, предел. Ну, вот если мы хотим каких-то позитивных изменений, но все-таки должны быть какие-то, ну, моральные устои, ну, как можно человека, который фактически погубил страну, да, и вот мы до сих пор расхлебываем, результаты его замечательного правления, убито было невинно такое количество людей, такие потери в войне из-за его, в общем, некомпетентности и борьбы за власть, это вроде бы известные факты. Как можно вообще что-нибудь прославлять? А это происходит ровно потому, что вот цена жизни человека в нашей стране до сих пор равна нулю. Поэтому, когда говорят о преступлениях Сталина, даже и не скрывают, да, ну, и что? Ну, время было такое. Ну, может, кто-то и правда был виноват, да не было другого выхода и так далее, и так далее. Зато порядок был. Зато порядок был. Какой же это порядок, когда без суда и следствия убивают, забивают и рабами, в качестве рабов заставляют строить дороги и так далее. Значит, это представление порядка, вот оно, вот в этих законах, которые мы с вами обсуждали, оно вот как и закреплено. Понимаете, и раз это в обществе сидит, или в какой-то части общества, достаточно большое, видимо, сидит идея такого порядка, что что-то к стенке, ну, что же тогда удивляться? Да, увы. Но здесь уже вопрос, да, о просвещении, которое, к сожалению, не велось системно, да, можем в некотором смысле покивать грустно головой, что все-таки, я бы сказала, десталинизация никогда не заявлялась, как, может быть, одно из главных направлений работы общества, да, то есть как-то в начале 90-х годов все сказали, а хватит, надоело, мы уже все знаем, давайте весело жить, прошлое не вернется. Я думаю, что это была большая ошибка. Так, значит, приходит, придется, да, проводить долгий путь, вообще, такой гуманизации общества, да, объяснением, что человеческая жизнь, в общем, имеет свою цену, и что никакое величие страны не может оцениваться, да, на весах, если такое количество загубили, то, простите, да, цена слишком велика, да и простите, а каковы-то результаты, что такого великого было построено, что можно было продать миллионы жертв. Да вот мы все и перестраиваем уже в течение 20 с лишним лет, после того, что было построено. Понимаете, вот эта жестокость, которая нам досталась от предыдущего периода, она, мне кажется, толкает общество, вот, да, к приятию вот таких страшных законов, непониманию, как это соотносится к собственной жизни. Понимаете, а на жизненной практике не очень-то, я думаю, люди хотят, чтобы этот самый порядок был применен к ним. Просто они наивно считают... А вот к соседу с удовольствием... Да, совершенно верно. Вопрос о том, что, безусловно, Сталин был тиран, но кто написал 40 миллионов доносов? Да, знаете, я вам хочу сказать следующее. Расплевать людей очень легко. Если доноситель, это социальный лифт, то, конечно, то, конечно, соблазн очень будет велик. В данном случае, это ответственность на людях, которые вот такими вещами играют, прежде всего. Конечно, легко людей развратить, но вот это несложно. Значит, сложнее их воспитать достойными, ответственными гражданами. А играть на неизменных инстинктах, этим занимались всегда все негодные политики. И обратите внимание, что взрывы истерии погромных кампаний в сталинское время всегда были связаны с страшными кризисами, голодом, теми проблемами, которые у нас страна вставала, и эта система управления не способна была ее решить. И отыгрывались таким образом. Тут же создавались страшные погромные кампании, искали каких-то врагов, очередные заговоры и так далее. В общем, этим развлекались довольно долго. Доигрались мы до того, что когда это все прекратилось, уже в 60-х годах стало очевидно, что у нас демографическая катастрофа. Об этом не было принято писать в советское время. У нас там некого стал брать в армию. Вдруг выяснилось, что не хватает молодых людей, что надорвали человеческий ресурс. И вот сейчас мы этот результат имеем. Когда говорят, что у нас убывающее население, ищутся виновные где угодно. Кроме как вот в том периоде, когда в первые 50 лет, начиная с Первой мировой войны, по смерти Сталина, просто изводили, убивали за зря. Огромное количество людей. Есть предел к человеческим ресурсам даже в большой стране. Знаете, конечно, не всегда понимается, что иногда вот эти преступные действия имеют отложенный эффект. Человек умирает в ореоле славы, все рыдают и давятся его хоронить, а потом через несколько десятилетий вдруг выясняется, что все, что заложено было тогда, вот эти зубы дракона, вот они сейчас и нам их показывают. И вот такие истории, никогда ведь серьезно не объяснялись, не рассказывались, что эта ситуация может иметь необратимый процесс. Поэтому очень грустно. Есть какой-то, знаете, еще просто и моральный момент. Открывает этот центр, а до сих пор у нас есть дети, внуки, жертв, которые должны вот это как-то с этим мириться. То есть у нас чувства верующих охраняются с трепетностью, кому что показалось, вдруг готовы весь театр закрыть. А чувства жертв, вот как бы родных жертв, вообще не учитывается, их оскорбленные чувства. И странно, между прочим, что компания, например, оскорбленных людей, что оскорблены этим центром, не является мощными, потому что это действительно плевок в лицо потомкам жертв, которые потеряли своих близких, сломанные судьбы, жизни, растоптанная репутация и так далее. Вот, понимаете, в обществе вот этот страшный монстр жестокости, он сидит, и с ним надо работать. В противном случае просто так бороться с каким-то там законом бессмысленно. Кто должен работать и каким образом? Я думаю, должны работать все эти люди, которые чувствуют в себе эту необходимость и понимают какие-то вещи и пытаются до людей донести. И это долгий, мучительный процесс. Да, можно сталкиваться, часто сталкиваемся с агрессией людей, которые не хотят слушать это, это неприятно, это нехорошо. И понимаете, здесь еще есть один такой момент. Ну, конечно, людям невозможно же жить с проектом будущего отрицательным, когда нету никакой надежды, когда прошлое чудовищно, когда им говорят этот негодяй, тот негодяй, этот негодяй и так далее. Возникает естественное чувство, ну, слушайте, ну, не может же быть, чтобы все было так плохо. Ну, что, мы такие третисортные, понимаете, есть чувство достоинства, которое начинает возмущаться. Отсюда, я думаю, вот такие реакции, нет, он все-таки был хороший, ну, уж давайте признаем, что он был эффективным менеджером, ну, хотя бы. Значит, я думаю, что должны быть процессы, с одной стороны, разговоры о другой истории, где действуют другие герои. Да, вот еще раз говорю, у нас истории свободы же нет, ее растоптали большевики, написав эту ложную историю и вписав туда всех террористов, большевиков. Нету каких-то альтернативных героев, которые в истории последнего у нас были. Говорят, что, ребята, чего мы гордимся этим самым Сталином, чудовищем, этим мерзким. Смотрите, какая у нас галерея замечательных людей, сколько они что сделали для России. Понимаете, в каком-то смысле, если мы говорим, да, там, о мыслящих людях, людей, которые с ними могут мириться, у нас самих нету этого другое видения истории. Она у нас государственная история. Есть интеллектуальная задача. А что, у нас только есть имперская история? Разве в истории нашей страны действовали только одни тираны, убийцы, и я не знаю, кто его начальники? У нас нету других героев. У нас такая культура полна героев. Вот именно. Понимаете как? Но вот этого пантеона других героев у нас просто нету. Отсюда и нам самим очень трудно. Мы хороши в критике, но в показе, что, ребята, вообще помимо всей этой истории есть какие-то другие традиции истории и другие люди, которых мы недостаточно знаем, ценим, а вот этим мы можем точно гордиться. И я думаю, что вот это вот собирание и понимание, что да, у нас и есть проект будущего, он может быть, и у нас была, да, и история, полная драмы, но тем не менее действовали достойные люди и многого смогли достичь и изменить общество хотя бы на время к лучшему. Знаете, я думаю, что перед всем обществом, перед историческим сообществом профессиональным, перед тем, как мы называем интеллектуалы, интеллигенция, а это не обязательно только, да, люди там с высоким образовательным цензом, перед мыслью и любви просто пересмотреть все вот это традиционное историческое видение. Тогда, я думаю, мы увидим огромное количество возможностей и других людей, которых мы просто сейчас не видим. Сами не видим. Когда говорят, вот скажите нам, герои, мы начинаем, Петр первый герой, не герой. То есть одни и те же личности, да, вот один и тот же, так сказать. Ивана Грозного можно тоже представить как героя. Слушайте, ну, все можно, а так и смотрят, ну, вот так и смотрят. Понимаете, топчутся на одних и тех же. То это, то такое, то сякой, да рассякой. Но нам же навязывают единый учебник истории. Ну, как же мы с этим поборемся? Слушайте, ну, я бы сказала так. Знаете, ну, мысль, она же не ограничивается у учебников истории. И более того, ну, согласитесь, если мы сейчас отвлечемся и не будем думать, что у нас происходит то, что не происходит во всем мире, но вся история развития, да, не знаю, философии, там, мысли и общей европейской, оно всегда шло тоже с каким-то пересмотром, традицией. Да, были тоже традиционалистские общества, клирикальные, где многим мыслителям переходилось как-то вообще переформулировать задачи и показывать, да, что, в общем-то, есть какая-то другая реальность, другая система ценностей и способа существования. Так что мы здесь, в общем, не одиноки и не уникальны. Вопрос, мне кажется, вот в каком-то сознательном, интеллектуальном порыве. Это такой должен быть, простите, то, что называется челлендж, да, это для нас вызов. Чего людей-то вообще, да, ругать за то, что им хочется во что-то верить. Спасибо большое. В программе особое мнение. Сегодня выступал главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания. Продолжение следует...